Селевидение все ароматы не передает, а зря. Зайти в подвал этого дома все равно, что ступить в трясину. Только вместо растений, бытовой мусор и фекалии. Так выглядят все подвалы этого военного городка. Андрей переехал сюда чуть больше трех лет назад. Первым делом взялся не за ремонт квартиры, а за облагораживание подъезда. Мусорные кучи возле подвала доходили до потолка. Но это не единственная проблема домов в Троицком. Все стоки дома стекают в подвал. Жильцы фактически тонут в отходах. Вот там все воде стоит. А воде это все канализация, Андрей? Да, все канализация. Стоки, канализация, вода и все. Которая у нас с раковины, с унитаза, все сюда бежит. Другая картина, но в этом же военном городке. Крыша Решетони спасает жильцов дома от ливня. Тамара Дудникова в дождь собирает тазы и ведра по всей квартире. Как только дождь, я все оттуда из дома, все приношу, расставляю, все везде. И все равно у меня тоже дождь. По стене и там по стене. А когда был сильный дождь, вообще на пропалу не лезло. Это уже длится в течение двух с лишним лет. Пару лет назад военный городок передали Ильинскому поселению с небольшим бюджетом. И сюда зашла управляйка с ярким названием «Первая». К руководству компании возникло много претензий от жильцов. Мусор вовремя не вывозят, окна не утепляют, а дырявые крыши латают тентом. В этом году администрация дала коммунальщикам шанс исправить ошибки. Назначили ответственного жильца, который будет следить за исполнением обещаний. И перевели городок в ведение районного центра. Вопрос даже не в канализации, а вопрос там скорее в розливах, которые стоит. Поступает холодная вода и нужно менять все трубы, которые сегодня все на резинках, на хомутах. Вот это мы планируем тоже. Смету мы составили, там порядка 150 тысяч потратить на это. Смету мы составили, сегодня будем обливать на торги и делать эти розливы. Власти Ханкайского района выделили более 300 тысяч рублей на ремонт кровель и прогнивших канализационных труб для Троицкого. Обещают, что новый отопительный сезон жители встретят с залатанными крышами и чистыми подвалами. Надежда Арсеньева, Павел Михайлов, Олег Худалеев. Панорама.